Новости на Амурском областном телевидении. В студии вас приветствует Валентина Абрамова. Здравствуйте. И коротко о главном на сегодня. Обустроить места отдыха, уделить внимание объектам культурного наследия, сделать детские площадки. Амурчане прислали более 60 заявок на конкурс проектов инициативного бюджетирования. Обойти препятствия, добраться до цели в условиях плохой видимости, доставить груз в указанное место. Благовещенские школьники осваивают профессию оператора беспилотных летательных аппаратов. Приготовить вместе ужин, посмотреть фильм, отправиться в библиотеку. Амурчане продолжают принимать участие во всероссийском проекте всей семьей. Пишут стихи, песни и музыку. Ветераны Амурского УФСИН показали, как готовятся к юбилею уголовно-исполнительной системы России. В этом году ей исполняется 145 лет. И подробнее обо всем прямо сейчас. Обустройство мест отдыха, ремонт домов культуры, спортивные площадки. В Приамуре завершился прием заявок на участие в конкурсе проектов инициативного бюджетирования. Субсидии на благоустройство рассчитывают получить 23 муниципалитета. На конкурс поступил 61 проект. Большинство касаются обустройства зон отдыха, а также ремонта и модернизации местных домов культуры. В шести населенных пунктах хотят обустроить места захоронения. Еще столько же территорий планируют потратить средства субсидий на спортивные площадки. В пяти населенных пунктах хотели бы заняться объектами культурного наследия. Еще несколько инициатив касаются возведения детских игровых городков, установки на улицах фонарей и элементов автодорог. Все проекты будут рассмотрены конкурсной комиссией, которая распределит субсидии областного бюджета. Всего в этом году на реализацию программы поддержки местных инициатив предусмотрено 100 миллионов рублей. Пролететь между деревьями, достигнуть цели в условиях плохой видимости, доставить груз в заданную точку. В центре IT-куб Благовещенска профессию оператора беспилотных летательных аппаратов осваивают школьники. Площадка дополнительного образования заключила лицензионный договор с разработчиком программного обеспечения для тренировки ручных полетов. Наш корреспондент расскажет подробнее. Благовещенка Марина Грачева сейчас отрабатывает локацию завод. Ее цель – избежать столкновения с противником, пролететь через промышленные помещения, не задев оборудование, выполнить задачу и вернуться на базу. Будущий оператор дронов должен уметь летать в любых условиях, говорит школьница. Есть четыре вида погоды. Ясно, дождь, туман и ветер. Каждый из них по-своему влияет. Ветер там, скорее всего, снохит квадрокоптер немного. Во время тумана вынижается видимость, как, собственно, во время дождя. Легче всего управлять – это когда ты летаешь на заводе или в городе. Там хоть и говорится, что препятствий больше, но там удобнее. В поле время от времени не зависает. Совместить любовь к компьютерным играм и освоить новую специальность стало возможным благодаря появлению в IT-кубе симулятора «Квадроси». Группа ребят одновременно будут учиться и тестировать новые программы. Их комментарии затем учтет разработчик. Этот манипулятор занял одно из лидирующих мест в прошлом году в конкурсах агентства стратегических инициатив. И он рекомендован к развитию. Мы в Амурской области одними из первых взяли эту разработку и сейчас тестируем и применяем, и в дальнейшем будем развивать. Каждое занятие в кабинете виртуальной реальности длится полтора часа. По словам специалистов, в неделю можно обучить от 10 до 20 человек. Программно-аппаратный комплекс учит управлять дронами четырех видов и готовят операторов-беспилотников любого уровня. В симуляторе можно выбрать тип погоды, скорость машины, создать сценарии под различные рельефы местности и прочее. Чем больше попыток в виртуальном симуляторе, тем есть больше шансов сохранить саму реальную машину, то есть сам реальный квадрокоптер, не разбить его об стены, например, или какие-то природные препятствия. Нарабатываем сначала полеты на виртуальной реальности, потом будем пользоваться уже реальными дронами. Тестирование продлится месяц, и в центре надеются, что появится постоянная программа обучения операторов-беспилотников. Потребность таких специалистов сегодня большая, без техники не обходится ни одна отрасль. Ирина Батина, Михаил Величкин, Амурско-областное телевидение. Сразу несколько пожаров произошло в Преамуре с начала этой недели. Так, в Белогорске вечером 26 февраля возгорание случилось на частном подворье. На момент прибытия пожарных наблюдалось открытое горение кровли. В доме огнеборца обнаружили женщину и передали ее врачам скорой помощи. Несмотря на усилия медиков, она скончалась. Также в ходе тушения был найден погибший мужчина. По факту пожара проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также сообщается, в доме не был установлен пожарный извещатель. Еще один пожар произошел в многоквартирном доме в Райчихинске. По предварительной версии, возгорание в квартире на пятом этаже могло произойти из-за короткого замыкания. Как сообщили в Амурском управлении МЧС, в помещении повреждена мебель, сгорели вещи, комнаты внутри сильно закопчены. Известно, в квартире проживает семья с двумя маленькими детьми. Сейчас им нужна помощь. На просьбу уже откликнулись неравнодушные жители Райчихинска. Семье помогли вещами. Сейчас требуется детское питание, памперсы и предметы первой необходимости. Связаться с пострадавшими можно по телефону, указанному на экране. Как сообщили в Амурском управлении МЧС, с начала этого года в Преамуре произошло 337 пожаров. В огне погибло 29 человек, в том числе 6 детей. Спасено 32 амурчанина. Отправиться всей семьей в библиотеку или музей, заняться спортом или любимым семейным делом. Амурчане продолжают принимать участие во всероссийском проекте «Все с семьей». Каждую неделю конкурсанты выполняют определенное задание – размещают фото или видео в социальных сетях. С одной из таких активных семей познакомился наш корреспондент. Мы кишки уже выбрали. Смотрите, какая. И мы тоже выбрали. Мы будем готовы читать. Да? А здесь мы будем читать. Главное – хвост. Для семьи Близнюк совместный поход в библиотеку – это уже традиция. Родители Олеси – учителя, поэтому она любит читать с детства, теперь прививает это чувство своим детям. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы Близнюк – Екатерина и Тимофей. Вот это под номер 15. Но, как поделились Катя и Тимофей, приходят сюда не только за книгами, еще и за впечатлениями. Читать книги, заниматься, в конкурсах участвовать – ладно. Мы участвовали в конкурсе, мероприятии «Фамильный обсерваториум». Мы проводили исследования, есть ли сок в соке и сколько его там. Ну, на наличие подсластителей, добавок разных. Они являются очень частыми участниками всеразличных конкурсов. Ну и, наверное, одного из самых ярких – это вот как раз-таки «Фамильный обсерваториум», который у нас проводится на базе нашей библиотеки ежегодно. И в этом году они у нас взяли призовые места. Конкурс заключается в том, что семьи города Благовещенска в Амурской области создают научные проекты вместе, получается, всей семьей, и потом презентуют свои работы у нас здесь, показывая свои разработки и делясь своим опытом с другими. И для семьи Близнюк совместное участие в конкурсах тоже уже почти традиция. Главное, говорят, проводить больше времени вместе. Мы познакомились на дороге. В тот год было большое наводнение. Олеся со своей семьей, с мамой, с маленьким братом не могли добраться до своей деревни. А мы в это время ехали на работу, на маломырский рудник. Подвезли их на машине. Пришлось нам заночевать у них в деревне. После этого вот наше общение и наша дружба переложила в дальнейшее. Паша оставился номер телефона, и потом когда-то я решила ему позвонить. Сейчас уже не представляют жизнь друг без друга и рады каждой минуте в кругу семьи. Поэтому без раздумий решили принять участие в конкурсе и выполнять задания все вместе. К каждому заданию свой собственный подход. Например, если мы начинаем убираться в квартире, то значит нам все обязательно помогают, все наши домашние и животные. Если мы едем кататься на горке, либо еще что-то, это обязательно какое-то приключение. Либо у нас ломаются санки, либо мы застреваем на машине где-нибудь там, либо мы там еще что-то не доезжаем до места назначения. Все замечательно, все весело. Каждый раз у нас какие-то свои приключения. Вот и в этот раз, зарядившись хорошими впечатлениями, семья Близнюк отправилась выполнять следующее задание конкурса. Но признаются, что не ставят своей целью победу. Гораздо ценнее время, проведенное с родными и близкими. Ирина Батина, Денис Блащук, Владимир Петренко, Амурско-областное телевидение. 145 лет отмечает в этом году уголовная исполнительная система России. Официальная дата – 12 марта. В этот день, в 1879 году, император Александр II издал указ о создании тюремного департамента. В Амурском управлении Федеральной службы исполнения наказаний готовиться к памятной дате начали заранее. Организовали выставку, рассказывающую об истории становления ведомства. А творческие коллективы подготовили специальные концертные программы. Денис Блащук продолжит тему. Амурский Михаил Круг – так называют Сергея Димовича коллеги и друзья. В прошлом военной службе отдал 23 года, а после выхода на пенсию в 1998-м понял, что не сможет просто сидеть дома. В итоге устроился в УФСИН. Туда пригласил начальник Среднебельской колонии. Тогда же началась и творческая жизнь Сергея Димовича. Стал частью ансамбля «Строгий режим». Коллектив, состоявший из сотрудников колонии, в то время очень много выступал. Принимал участие в конкурсах и фестивалях не только в Амурской области, но и за ее пределами. Ездили в Хабаровск, ездили в Биробиджан, занимали первые места. И мы заняли один раз первое место, второй раз первое место. И в Благовещенске тоже. Ну, как у бразильцев, получалось, что это уже не случайно. Первый раз можно, а когда три раза, это значит, амурчане, молодцы, мы свою лепту вносили. Самодеятельность. Но, несмотря на успех и признание публики, «Строгий режим» прекратил свое существование. Мы были приглашены на международный фестиваль в городе Новополоцк, Республика Беларусь. Ну, со строгим режимом в Беларусь ехать опасно было, там и так строгий был. Мы решили назваться «Амурское полесье». Есть «Белорусское полесье», а тут с «Амурским полесьем» безобидно назвали. И там мы стали дипломантами второй степени, то есть второе место заняли среди коллективов. И была возможность лично, да, там тоже поцаревно. И я второе место занял как исполнитель. Уже к Амурскому полесью позже присоединился Владимир Анискин, сотрудник в Ажаевской исправительной колонии. Человек далеко не военный. До службы его в сил 18 лет отработал учителем физкультуры. В школе гораздо сложнее. Я всегда говорил сотрудникам, которые говорят, ой, мне тяжело, да то нужно делать, то. Я говорю, слушай, надо тебе отправить в школу. На недельки две ты не выдержишь, но на недельку. А потом ты оттуда придешь, скажешь, дайте я еще буду работу делать, я еще буду ее, только не отправлять мне в школу. Гораздо сложнее в школе. Почему? Потому что, ну, дети, чтобы ребенку тем более маленькому объяснить, нужно это не раз сделать, да. Несколько раз он может еще и не послушаться, а он не один, их там много. Признается, работу в колонии совсем не такой представлял, какой она оказалась в дальнейшем. Гордится, с первых дней научился находить общий язык с заключенными. Более того, свою первую песню Владимир Анискин написал на стихи одного из них. Я был такой осужденный Николай Халая. Вот первую песню свою я написал «Амурчанка». Песня есть? Вот немножко неправильно там, ну, люди просто недопоняли, сейчас выпустили фильм, и он сопровождается этой песней, и в конце этого фильма там написано, что слова и музыка Владимира Анискина. Вот я так думаю, если он посмотрит этот фильм, ему, наверное, обидно станет. Поэтому, если что-то и будете вырезать, это не вырезайте, пожалуйста. Эта песня написана на стихи Николая Халая, а музыка исполни, это мое. В синем небе, в журавли, в крыльях просидел, Подразился клин в воде, и делак осенний, А у нас в премуре заял, А мурчанка нет крашкой тебя. Начинал с гармонии, когда был маленький. Мне мама купила гармонь, она в магазине работала, А, видимо, там, это, оторвалась надпись, Ну, говорится, или Тульская там есть надпись написана, или Кубанская, а она что-то отлетела, видимо. Я не знал, как брать ее. Я вот взялся, как я тормашка ее. Вот. А у меня дядя, он играл на баяне так, он левша был, и играл с левой руки. Но он немножко так играл. Вот я начал пиликать, и потом мне сказали, «Ты неправильно играешь». Я говорю, а как нужно играть? Нужно так. Я плачу, у меня по-другому уже не получается. А дядя меня успокоил, говорит, «Ничего, я играю, ты будешь играть». Сегодня Сергей Димович и Владимир Анискин – коллектив «Амурской полесье» удостоены многих наград. Они продолжают много выступать, в основном дают благотворительные концерты. Идет время менять репертуар, но неизменным в программе остается одно – они всегда исполняют гимн Амурского управления «Овсин», музыку и слова, которого написал Сергей Димович. «Овсин» Амурской области «Оскрочет законам стоит». Людей охранять, закон защищать, способен Амурский усинь. Денис Блащук, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. И на сегодня это была вся информация. Оставайтесь в курсе событий с Амурским областным телевидением. Увидимся в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова